Приветствую вас, и вы знаете, первое, что я вам хотел бы сказать, да, это то, что, значит, обычно, обычно, когда любят нескольких мужчин, да, ну, нескольких людей, то один человек, которого любят, это любят потому, что надо. То есть, вот, какой, знаете, ну, может быть, может быть, это такой идеал внутреннего родителя ваших. То есть, вот, с этим мужчиной, допустим, думаете вы, я бы провела всю свою жизнь. То есть, это для меня такой идеальный, идеальный муж, идеальный муж, да, то есть, ему хорошо жить. Так надо. Вот, так надо. Думаете, как бы, как бы вы. Так надо. А другой мужчина, это олицетворение ваших желаний, олицетворение ваших потребностей, олицетворение того, чего вы хотите именно, что вам необходимо, в чём это олицетворение ваших собственных опрельностей. Вот. И это, конечно, очень важно, потому что правда в том, что ни то, ни другое не является однозначно, однозначно вашим, как бы, искренним, истинным партнёром. И вот почему. Давайте разбираться. Значит, у одного ко мне очень хорошее отношение. Проявление симпатии, интереса, заботы. Но нету главного, что бы я хотел в своём будущем уже. Общие интересы и развитие в этом плане. Развитие общих интересов, развитие в этом плане, это в каком плане? Как и духовность. Мне это важно, так как у меня давно этот путь. Какой путь? Какой путь духовности у вас? Вера? Религия? Что вы подразумеваете под духовностью? Поясните, пожалуйста. Зачем вам вообще муж? У вас мужчины, у вас мужчина, это будущие мужья. Это неправильно. Зачем вам муж? Зачем вам семья? Что она должна вам дать, по вашему мнению? Почему вы считаете, что семья должна вам что-то давать? Если вы чего-то хотите, сами. Вот вы сами чего-то хотите, почему семья вам должна это давать? Семья не должна давать. Семью нужно вкладывать. Именно вкладывать. А не не получать от семьи. Потому, первое, для чего вам семья нужна? То есть, что это ваше желание, если да, то зачем вам это? Что за ней стоит? Какой смысл вы вкладываете в семью? И понимаете, тонкость вся в том, что если вы хотите мужа, если вы хотите семью, то вы волей-неволей будете руководствоваться образом, своим образом. А образ, так или иначе, всегда будет подразумевать некое давление на мужчину с тем, чтобы этому образу, например, соответствовать. То есть, мужчина должен соответствовать образу. При этом вы отказываетесь его принимать до конца, отказываетесь принимать его недостатки, например. А недостатки есть у каждого. И вы рискуете быть одна. Или рискуете совершить ошибку, когда выйдете за такого, кто окажется вам идеально соответствующим образу. А у него там в итоге выявится такое, что от него надо бежать, а будет уже поздно. Потому что вы будете себе говорить, ну вот как же я могу разрушить брак, как же я могу там развестись теперь. Ну, например. Другого чувства я не знаю. Это друг. Первый кто. Я была в него влюблена. Он одно время проявлял симпатию. Потом просто исчез, но периодически о себе напоминал. Свои чувства я ему не показывал. Почему не показывали свои чувства к нему. Как человек, в нем есть все, что я хотел бы видеть в будущем избраннике. А цену, какую вы готовы за это платить. За то, что будет вашим избранником. Ваш избранник в будущем. Это вообще что такое? Это средоточие ваших желаний. Правильно? И одновременно. Одновременно. Навязанные идеалы родителей. Ну, так или иначе некоторые идеалы родителей. Которые вы либо поддерживаете, либо нет. И вот как бы сами как думаете. Нормально это, что вы выбираете мужчину. Нормально это, что вы подбираете мужчину. То есть вот он подходит под роль моего избранника, а он нет. Вы считаете, можно построить такие отношения на ожидании? Я вам могу совершенно точно сказать, что нет. И в одном вы нуждаетесь. Вот хорошее отношение, симпатия, забота. Да? В этом вы нуждаетесь по отношению к себе. Этого вам не хватает. И другой. Тоже. Вот вы говорите, что в нем есть все, что я хотел бы видеть. А что именно? Что бы вы хотели видеть? Для чего вам? Для чего вам это? Понимаете ли вы, что говорят, что я хочу что-то видеть в своем избраннике? Вы по сути дела расписываетесь в том, что вы готовы быть зависимым от мужчин. То есть кому-то повезло быть наделенным теми качествами, которые вам нужны. Кому-то повезло вас вдохновлять. И все, и он вас. И он ваш. Только потому, что ему повезло. Не по выбору чувства. Не по симпатии, не по зову сердца. А вот так. Вы считаете это правильно? Вы считаете это нормально? Вот. Плюс, вы говорите, что вам не с кем посоветовать. Почему? Получается, что нет людей, которым бы вы доверяли. Получается, что у вас в некоторой степени нарушены социальные связи с людьми. Да? Ну, получается, раз вы никому не доверяете. И естественно, что вы нуждаетесь в мужчине. Далее. Вы не принимаете себя. Потому что вам нужна забота, интерес, внимание. Да? У вас недостаток любви к себе. И каждый из этих мужчин даёт вам что-то, чего вам не хватает. А это значит, что с кем бы вы ни были, вы будете от него зависеть. Вот и всё. Вот и всё. В отношениях важна самодостаточность и искренность. Вы не показываете мужчине свои чувства. Значит, вы не принимаете своих чувств, не принимаете чувства другого человека. Значит, вы не можете быть в отношениях. Здоровые отношения выстраивать вы не можете. Вам для чего-то нужна семья. Какие-то ваши желания. Она должна реализовываться. А это значит, что вы будете подгонять под образ мужчины. Либо будете его контролировать тотально, либо наоборот будете от него зависеть во всём. Вот. Лучше вам решать. Вам решать. Именно чисто для брака, для совместного проживания, очень хорошие отношения. Потому что здоровому мужчину вы, на мой взгляд, идеализируете лично сильно. А идеализация это сублимация ваших желаний. Именно туда они у вас вот направили ваше желание. В него, в этого мужчину. И кто знает, может быть как вы его идеализируете, а идеализация это ваши данные. Так вы его потом будете обесценивать. А только всё, вы уже будете с ним. Вот. Для брака хорошие отношения лучше. Но это не будет здоровыми отношениями в том плане, что вы не будете счастливы. До тех пор, пока вы мыслите избранником нашей духовностью. Вот. И, соответственно, пытаетесь кого-то выбирать. Не будет здоровых отношений. Нужно сперва, сперва, самостоятельно себя вдохновлять. Самостоятельно иметь заботу о себе, принятие себя. Не бояться проявлять свои чувства, если они искренне. И вот только потом уже для себя решить, кто вам нужен. А этого вы никогда не решите. Потому вот это решаете не вы, а сердцу. А вы тут разумом что-то пытаетесь построить. Да вам отношения по расчёту нуждей. Без эмоций, но и без духовности. Согласитесь ли вы на это, это уже вопрос к вам. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok